Последний день форума самый ответственный и напряженный для молодых людей, живущих здесь и параллельно учащихся. Четыре дня потенциальные руководители обучались азам менеджмента и управления. И вот самое время доказать, что все они способны применить полученные знания на практике. А именно, построить макет города с полной инфраструктурой и грамотно распределить местный бюджет с возможностью дополнительных вливаний, которые им могут обеспечить члены комиссии, куда входят люди, не понаслышке знакомые с финансами и управлением на местах. Не так-то просто управлять городом, просто так взять, построить обычную детскую площадку или футбольное поле, которое часто так просят ребята. Они прошли все этапы строительства, расчетов, бюрократии. То есть каждую постройку, которую они строили, должны были просчитать, потом принести соответствующие документы, утвердить у государства, только потом они могли ее строить. Проделав долгий подготовительный путь, ребята готовы продемонстрировать свои проекты. Вот, к примеру, Наукоград. Наш городской округ называется Белараж. Название свое берет из села Белараж. Город исполнен в трех цветовых гаммах. Зеленая зона собой показывает на комфорт. Это жилые строения, жилые массивы, где проживают наши граждане. Желтая зона – это зона науки. И синяя зона – это зона инноваций. Это наши предприятия, которые работают на территории нашего городского округа и используют инновационные технологии. В городе Белараж планируют выпускать нано-очки со встроенным компьютером. На запуск линейки ребятам требуются инвестиционные вливания. В эко-городе Агрополис организовали полный цикл производства молочной продукции. Однако элементарный вопрос Олега Хромова о количестве рогатого скота мэра города поставил в тупик. Такими вопросами мы в рамках данного задания не занимались, к сожалению. Но я хочу сказать, что головья нашего скота хватает на то, чтобы экспортировать нашу продукцию и в соседние города Попротимы – Путинск и Белараж. Зато ребята плотно занимались селекцией бахчевых. В их проекте «Синий арбуз» они условно скрестили чернику и арбуз, и теперь им необходимо финансовое вливание на реализацию данной продукции. В Путинске, промышленном городе, название которого идет от слова «пути», жизнь идет полным ходом. Здесь работает кирпичный завод, городообразующие предприятия. Местной власти необходимы финансы на расширение складских помещений. Вообще в рамках своих проектов молодежь предлагала большое количество идей. Это и строительство новых школ, открытие спортивных объектов, проведение массовых мероприятий. Это вот только так может показаться, знаете, смоделировать. Вся задача в том, чтобы слепить эти города. Нет. Нужно было продумать концепцию города, нужно было продумать идею будущего, нужно было посмотреть, что мы имеем сейчас, за счет чего мы можем достичь каких-то целей. И мне было интересно. И я думаю, что это не просто какая-то детская игра, это моделирование будущего. Молодежь – это достаточно большая армия, которая может влиять на принятие решений. И вот, наверное, такими центрами притяжений, именно по реализации или формированию новой повестки для власти, могли бы быть вот такие площадки, как молодежный форум. Форум по делу вызвал большой интерес у Олега Хромова. Он отметил, что здесь и самим руководителем муниципалитетов можно подчеркнуть идеи на будущее. Екатерина Чернышева, Владимир Бижонов, Видное ТВ.